Здравствуйте! В эфире новости недели на канале Медвестник ТВ. Сегодня в программе. Утверждён перечень ЖНВЛП на 2018 год. Создается российская версия финской системы поддержки врачебных решений. По уровню реабилитации онкобольных Россия осталась в прошлом веке. Протонная терапия будет включена в программу госгарантий. Дмитрий Медведев подписал перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год. Теперь, по его словам, надо следить, чтобы эти лекарства были доступными. Перечень дополнен 60 лекарственными препаратами и 8 новыми лекарственными формами. В список также включили 25 препаратов и 2 новые лекарственные формы для отдельных категорий граждан. Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен тремя новыми препаратами. В минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, дополнительно включены 3 препарата. В опубликованном ранее проекте видно, что наиболее заметно перечень пополнился за счёт противоопухолевых лекарств. На втором месте по численности иммунодепрессанты. Создается локализованная российская версия системы поддержки врачебных решений Evidence Based Medicine Guidelines. Об этом сообщила медицинский директор компании Алгум Валерия Дансон. По её словам, за основу взята система, созданная финским медицинским научным обществом Дуадецем на принципах доказательной медицины. В отечественной версии будет сделана поправка на национальные клинические рекомендации, стандарты и порядки оказания медицинской помощи и другие документы. Цель научной адаптации – приведение системы в соответствии с российскими подходами в диагностике и лечении, одобренным медздравом и прочим правовыми актами. На соответствие российской практике проверяются эпидемиология, лабораторные и инструментальные исследования, методы лечения, лекарственные препараты, маршрутизация больных, правила наблюдения за пациентами. Эта работа ведётся при поддержке первого МГМУ группы Кокрейн-Россия, Центральной научно-медицинской библиотеки, а также ряда НИИ. Система поддержки врачебных решений Алгом поможет стандартизации лечебных и диагностических подходов, привнесёт доказательную медицину в практическую деятельность врачей, а также поможет врачам первичного звена даже в самых удалённых уголках страны получить новейшую информацию о передовых подходах к диагностике и лечению. Российские подходы к реабилитации онкологических пациентов морально устарели. Об этом заявил руководитель Инновационного центра онкореабилитации, НМЦ Центра реабилитации и курортологии Минздрава России Алексей Бутенко. Главная проблема – отсутствие научных исследований. Нет ни утверждённых клинических методик, ни специальных программ. На этом фоне последние предложения Минздрава о ещё большем ограничении списка показаний к реабилитации онкологических больных вызвали у специалистов по меньшей мере удивление. По словам Алексея Бутенко, нет ни одного исследования с высокой степенью достоверности, которое показывало бы, что массаж ухудшает отдалённые результаты лечения. Но есть масса работ, показывающих, что комплексные реабилитационные программы не только улучшают качество жизни, но и улучшают выживаемость отдалённые результаты. Процесс медицинской реабилитации онкологического больного, который в Германии продолжается 2-3 месяца, в России может растягиваться на годы. Специалисты предложили включить онкореабилитацию в национальный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. Правда, есть вопрос с финансированием самой программы. Российские исследования по фармакоэкономике и реабилитации онкологических больных тоже отсутствуют. Протонная терапия будет включена в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова при посещении Центра протонной терапии Медицинского института имени Сергея Березина в Санкт-Петербурге. Министр посетила центр накануне его открытия. Кроме того, в 2018 году должен открыться протонный центр Бульяновской области в Димитровграде, построенный за счет государственного бюджета. Диагностика и лечение пациентов в обоих центрах частным и государственным будет оплачиваться как высокотехнологичная помощь из обособленного сегмента внутри ОМС. Однако министр не назвала ни размеров тарифа, ни объема медицинской помощи, выделяемого для двух протонных центров. По оценке МИП стариф должен составлять около 2 миллионов рублей за курс лечения одного пациента. До сих пор единственной формой государственной поддержки пациентов, нуждающихся в протонной терапии, оставалось выделение квот, оплачиваемых за счет региональных бюджетов. Так, Санкт-Петербург предусмотрел средства на лечение первых пациентов в 2017 году и заявил о намерении профинансировать лечение не менее 100 человек в 2018 году. В отредности России в протонной терапии по разным методикам оценивается в 25-35 тысяч человек в год. Из них от 800 до 1500 – дети. Это были новости на канале Медвестник ТВ. До встречи на следующей неделе. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!